Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 20 января, пятница. Сегодня я хочу предложить вашему вниманию два отдельных видео, я сделаю их раздельно. Первое. О Рамштайне. Только что состоялась пресс-конференция министра обороны Остина, а также председателя объединенного комитета начальников штабов генерала Милли. И я хочу с вами поделиться своими впечатлениями о итогах этой встречи. Хочу сказать сразу, что я не буду вдаваться в цифры, сколько там чего, каких вооружений. Я вам хочу дать общую картину того, как, на мой взгляд, обстоит дело и на что это всё нацелено, и какое значение, и к чему мы все движемся. Итак, ну накануне американские СМИ, а сегодня генерал Остин вместе с генералом Милли подчеркнули, что Украина находится накануне важнейшего, если не решающего момента в борьбе с российской агрессией. То есть в 23-м году должен решиться вопрос, как пойдут дальше дела. По словам генерала Милли, значит, он видит ситуацию следующим образом. Задача Украины, на его взгляд, во-первых, в случае, если Россия начнет крупную наступательную операцию, как об этом говорят в последнее время, но в основном источники и представители Украины об этом говорят, что Россия готовится к громадному фронтальному наступлению на 240 на фронтах длиной в 240 градусов вокруг Украины. Так вот, значит, первая задача состоит в том, чтобы Украина смогла отразить это наступление, если оно состоится, потому что западные источники, они как-то так особо в этом не верят. А второе, как сказал Милли, это освободить как можно больше украинской территории. При этом он отметил, что он не совсем верит, хотя не исключает того, что будет освобожден полностью Крым. Он сказал так вот, буквально дословно, что Украина должна постараться освободить как можно больше своей территории в этом году, для этого она получит соответствующее оружие, а там посмотрим, как действовать дальше. То есть, речь в целом идет не о том, что это один из последних пакетов или последних. Это очередной, но самый крупный за все время пакет помощи. Посмотрим, как пойдут дела, а потом, если понадобится, скорректируем это на поле боя. Смысл этого пакета, вот анализ того, что передают. А передают я прогнозировал, и те, кто меня слышал в предыдущем видео, знают об этом. Я прогнозировал, что это будет, по идее, исторический Рамштайн, историческая встреча. В принципе, я считаю, что так она оказалась. Потому что впервые Украина получила потенциал или пакет для крупной наступательной операции. Для прорыва оборонительных сооружений врага, в том числе тех, которые они построили в последнее время, в том числе бетонированных укреплений. А также, значит, этой техникой создаётся потенциал для манёвренных наступательных действий. Потому что передаётся, в принципе, вот несколько видов вооружений. Первая бронетанковая техника, которой, я её не считал, откровенно говоря, но президент Порошенко, выступая перед телекомпанией CNN, он насчитал, если взять все единицы бронетехники, которые будут предоставлены всеми странными участниками Рамштайна, то это будет около тысячи единиц. Значит, они состоят, на мой взгляд, из двух видов бронетехники. Первая – это, как я уже сказал, для прорыва оборонительных сооружений врага, то есть для наступательной операции. И сюда же включаются, помимо бронетехники, сюда же включаются ещё вспомогательные машины, о которых я вам тоже говорил, которые просто критически необходимы для наступательных операций. Это машины, которые будут разминировать, которые будут налаживать мосты переправы, если понадобится, ну и взламывать, в том числе бетонные оборонительные сооружения. А вторая – это быстроходные, мобильные бронемашины, которые позволят совершать быстрые манёвренные действия, так сказать, кавалерийские стремительные рейды по тылам противника. И в этом плане они даже превосходят танки. К этому же придается система противовоздушной обороны, которая, помимо вот наступательных действий на поле боя, эти же системы, там три системы Патриот, одна из Соединённых Штатов, затем Германия, Нидерланды ещё обещали одну. Это для защиты городов, а в последнем пакете американцы передают ещё противоракетную, систему противоракетной обороны для театра военных действий, для прикрытия танкового бронетрия техники и танков. В танках я скажу дальше. Кроме того, как подчеркнул генерал Милли, а вместе с ними министр Остин, критически важным элементом этого пакета является не просто передача техники, то есть фактически создаётся несколько бригад. Я даже утратил, то есть не было времени, я слушал живую эту пресс-конференцию, там речь шла о том, что эта техника равносильна вооружению трёх бригад и нескольких там батальонных групп, то есть это очень сильный ударный кулак наступательный. Но он будет работать только в том случае, если, как выразился Милли, нам удастся поженить эту технику с квалифицированным персоналом, то есть экипажами. В этой связи начинается тренировка, по-моему, в плане подготовки персонала для управления патриотцем, уже началась подготовка в Средние Штаты Америки. Остальные, значит, экипажи и обслуживающий персонал будут начать подготовку в ближайшее время для того, чтобы не просто научиться водить эти машины и стрелять из них, а для того, чтобы бойцы умели использовать эту технику в комбинированных наступательных действиях, в которых будут интегрироваться усилия артиллерии, бронетехники, пехоты, которые будут сочетаться, оборонительные бои с быстрыми, значит, наступательными манёврами и так далее. То есть, это то, чего не знает Мордор. То, чему научились за последнее время, научились вооружённые силы Украины, но теперь это всё нужно поднять на гораздо большую высоту. Времени. Времени по оценкам Герала Милли, да и Остина, не так много. То есть, вот эти подразделения новые в СУ, новые обученные, вооружённые этой техникой, должны быть готовы где-то к марту месяцу. То есть, работа должна идти полным ходом, в том числе и поставка этой техники. Что касается танков, вопрос, который всех больше всего волновал. Ну, отвечая на этот вопрос, мы знаем, что британцы дают челленджер. Причём дали они в надежде на то, как посылали сигналы из Берлина, что если хоть одна страна НАТО сделает первый шаг, за ней последует Германия с леопардами и с разрешением на поставку леопардов третьими странами. Британия это сделала. После этого из Берлина послышалось, пусть теперь американцы поставят хоть два танка, а мы потом последуем с леопардами. И вот сегодня, выступая на пресс-конференции, министр Милли, простите, министр Остин заявил, что немцы не связывают своё согласие на поставку леопардов с предварительной поставкой американских абрамцев. То есть немцы, как заявил их министр обороны сегодня, они не приняли решение о поставке леопардов. Им не надо для принятия этого решения, чтобы сначала это сделали американцы. То есть это сугубо немецкое решение. Правда, как он сказал, по-моему, он выступал перед агентством ОРД. Но не ручаюсь. Не ручаюсь за правильное произношение, название, потому что я не эксперт в германских средствах массовой информации. Тем не менее, выступая перед американскими СМИ, Писториус, новый министр обороны, заявил, что они должны скоро, Германия скоро должна принять решение. По сути дела, в германском правительстве коалиционном есть раскол, существует раскол. Туда, как вы знаете, входит социал-демократическая партия, у которой большинство, от которой Шольц является канцлером. А затем там зелёное присутствует и свободная демократа. Так вот, только загвоздка только за социал-демократами. Роберт Хабек, вице-канцлер или заместитель канцлера Шольца, буквально на прошлой неделе, в конце прошлой недели, заявлял, что, в принципе, танки должны быть поставлены. То есть, все два других участника коалиции за поставку этой леопардов и только свободные демократы против. Ну, свободные демократы долго об этом как-то так не назывались, назывались масса разных причин. Но, с моей точки зрения, это проскочило, правда, не очень незаметно в некоторых СМИ, что главная причина Берлина – это надежды или допуск варианта, что им придётся иметь деловые отношения с Путиным. То есть, они смотрят, далеко закончится война, может быть, будет урегулировано всё так или иначе, нужно будет налаживать экономические отношения. То есть, я бы так, грубо говоря, вижу в этом отрыжку особой восточной политики Германии, которая ведёт свою историю 70-х годов. От канцлера же, ихнего, этих демократов, социал-демократов Вилли Бранта. Это тот самый канцлер, у которого ближайший советник и помощник Гюнтер Гийом оказался агентом нелегалом, агентом штази. И его раскрытие потрясло всю Германию до такой степени, что Брант вынужден был уйти в отставку. Я, конечно, не утверждаю, первое, что это Гюнтер Гийом, шпион ГДР, штази, подвигнул канцлера Бранта к новой восточной политике. То есть, там предлосположенность была, но тем не менее, тем не менее, без его помощи он был очень влиятельным советником канцлера. Без него, без штази, там не обошлось. И вот до сих пор вот это движется, это до сих пор так или иначе живет. Германия иногда глубоко закопана, но подспудно время от времени дает о себе знать. Казалось бы, уже после ухода Меркель, уже после начала вот этой кровавой войны, авантюры, уже зазвучали голоса из Германии, аналитиков, политиков, о том, что эта вся восточная политика оказалась провалом, напрасно выброшенным в историю, выброшенным в историю десятилетиями, пустую, практически потраченным на негодный проект. И что надо пересматривать эту политику, эту традицию. И тем не менее, где-то там это все живет. Но немцы, они бизнесмены, они торгаши. Часто они очень раздражали в этом немцев, простите, американцев. Но что есть, то есть. Тем не менее, значит, последнее, что мы имеем по поводу танков, заявление министра обороны, что в ближайшее время мы примем это решение. Правда, он не сказал, какое. Он сказал, примем решение. Но давление на них колоссальное сейчас, на немцев. Колоссальное со всех сторон. Самое большое давление оказывает Польша и Финляндия, которые готовы подставить свои леопарды при согласии Берлина практически немедленно. Кстати, пару дней назад Польша заявила, по-моему, это был Моровецкий, о том, что Польша готова, готова поставить свои леопарды в Украине, даже если Германия не даст согласия. Правда, Германия тоже отреагировала, сказала, что это незаконно. Но, в принципе, это свидетельствует о том, вот заявление Польши, насколько большое напряжение и давление на Берлин. То есть, фактически, мы имеем дело не только расколом во внутренней коалиции в Германии по этому вопросу, но и какой-то трещине, трещинке, я бы сказал так осторожно, в НАТО по поводу леопардов. Кстати, американцы по этому поводу выступают, я имею в виду Остина и Милли достаточно осторожно. Сейчас сказали, что это суверенное решение, что Германия помогает все-таки деньгами и вооружением, и что мы будем продолжать работать в этом направлении, то есть убеждения, надеются, что Германия примет это суверенное решение. Но, по словам и Милли, и Остина, то есть поставка или не поставка этих леопардов не означает победу или поражение в предстоящих военных действиях. То есть, есть виды оружия, которые могут в какой-то степени заменить эти танки. Что это за оружие? То ли это какие-то новые и в большем количестве БМП и БТРы, то ли это атакам, трудно сказать, но по мнению, даже я бы сказал убеждению, и Милли, и Остина, то, что сейчас предоставляется Украине, и то, что дальше будет поставлено, все это дает основание для уверенности, что первое, если Россия начнет свою атаку, масштабную наступление, это не увенчается успехом, а второе, что Украине удастся, удастся освободить значительную часть своих территорий в этом году. Еще я должен сказать, что американцы, особенно такого высокого уровня, как Остин и Милли, военные, я имею в виду прежде всего, они достаточно консервативны, всегда в своих оценках. Они никогда не завышают надежды, чтобы потом не оправдываться, почему это не совершено, почему это не получилось. Поэтому они предпочитают декларировать меньше, надеясь, что будет совершено больше. И так было и раньше, вы помните, когда в начале российской агрессии были голоса на Западе о том, что Украина продержится там сколько, три, пять дней и так далее, а потом вот во что это все вылилось. Поэтому недавняя встреча генерала Милли с генералом Залужиным вселяет надежды, что эти ребята знают, что они делают. И, кстати, Милли очень подчеркнул большое значение этой своей личной встречи и, так сказать, сверения часов по поводу предстоящих военных операций. Сейчас фактически планирование ведется на совместной основе, как было сказано в сегодняшней пресс-конференции. То есть пока ВСУ, руководство ВСУ разрабатывает операции, американцы знают об этом на общем оперативном уровне. То есть какие-то они знают общее направление этих операций, но пока не знают деталей. Потому что детали, судя по всему, еще в процессе проработки. Но когда детали будут готовы эти операции в деталях в Украине, ВСУ, об этом узнают американцы. Это позволит более детально планировать, что делать дальше в плане оказания помощи. То есть содействие и координация будут происходить на всех уровнях, в том числе и в плане обмена разведывательной информацией, что является важнейшим условием побед. Ну и будем наблюдать, каким образом все это будет происходить. То есть решения приняты. Времени. Американцы наконец-то сказали, что времени на раскачку нет, фигурально выражаясь, они говорили иначе. Будем наблюдать, как это все будет происходить. Считаю, что пакет, который был анонсирован сейчас в Рештаме, он беспрецедентен. Никогда еще Украина не получала в таком количестве, то есть он фактически бронированный, артиллерийский, система ПО КУЛАК для прорывных действий на поле боя, причем на достаточно широком пространстве. Вот, собственно говоря, что я хотел рассказать, господа, в этом видео, в первом за сегодняшний день. И, как всегда, слава Украине и вооруженным силам. Враг будет разбит, победа будет за нами. Вам, дорогие друзья, выдержки, мужества, уверенности и веры, веры, что в СССР победят. До скорых новых встреч! Продолжение следует...